Почему, чтобы навести какой-то порядок, что должно случиться? Сколько людей должно погибнуть? Бардак феерический на рынке такси происходит и проблемы все от этого. Кто не пользуется такси сегодня? Тема, которая касается каждого, о которой тот самый каждый готов только молчать. Так оказалось, пока мы готовили материал этого репортажа. Бизнес закрывал перед нами двери, ГИБДД отмалчивались и даже сами таксисты не всегда были готовы говорить открыто. Казалось бы, клиент давно не стоит с протянутой рукой. Такси приедет через минуту, дорогу покажет навигатор, а деньги спишутся с карты. Вот она, новая эра такси. Так она выглядит снаружи, а внутри... Даже если брать так называемую плановую машину, в кавычках, в таксопарке, там такой поток водителей, что при своем желании не проконтролируешь. А машина покупается специально для работы в такси, для зарабатывания денег, только не водителем, а агрегатором. Контроля нет до такой степени, что я могу в одном агрегаторе зарегистрировать 4-5 аккаунтов. Полторы тысячи где-то аренда автомобиля стоит в день. Тысячу рублей бензин. 500 рублей надо отдать проценты IT-компании. Это уже 2,5 тысячи, да, мы считаем. 300 рублей помыть автомобиль. Там написано, выполни 35 заказов в день, и мы тебе доплатим там полторы или две тысячи. Вы посчитайте 35 заказов, это сколько надо работать. Водители вкалывают по 12 часов, потому что иначе не заработаешь. 35 заказов – это условия агрегатора, посредника между таксистом и таксомоторной компанией. Пассажир вызывает машину через приложение, то есть через агрегатора. Водитель тыкает на заявку и поехали. Простая схема, но здесь много подводных камней. Людям бизнеса не до людей. Путевые листы не всегда выдаются, а время в них не всегда совпадает с действительностью. Но и это не самое страшное. Страшно то, кто за рулем. А вот кто там – не всегда известно. Потому что никак и никем не контролируется. Мы решили лично на себе проверить, как нанимают водителей в службу такси. Для этого сделать это проще простого. На сайте мы заполняем заявку. Необходимо только вбить свою фамилию и номер телефона. Отправляем заявку. И далее нам остается только ждать обратного звонка. Едем дальше. Спустя 10 минут нам приходит сообщение о том, что нужно зарегистрироваться и заполнить вот такую анкету. Здесь необходимо указать фамилию и имя, отчество, телефон, номер водительского удостоверения и номер машины. Но мы используем автомобиль партнера, поэтому нам нет необходимости в этом. Отправляем и ждем, что будет дальше. А дальше важный нюанс. При регистрации мы намеренно искажаем номер водительских прав, но сглаждаем. От самого агрегатора работать с ним напрямую. Был случай, мы вызывали такси в центр города, прямо в самый центр города, улица Пушкина. Все знают. Так, мало того, что таксист кружил непонятно где, мы смотрели по приложению, он кружит. Вокруг, да около, но только не к нам. В итоге начали созваниваться с ним. Звоним, объясняем ему, куда подъехать. Ну, видимо, таксист не очень хорошо говорил на русском языке, потому что мы так и не поняли, понял он нас или не понял. Что же все-таки контролируется? Это транспортное средство. На него в Минтрансе республики выдается разрешение. А вот с личностью водителя сложнее. Медосмотр перед выездом, знание города и языка, состояние усталости и вообще адекватности водителя на совести агрегатора. Правда, совесть это никак официально не регламентируется. На агрегатор он ни за что не отвечает. То есть при любых конфликтах с водителем агрегатор умывает руки и говорит, что мы только оказываем информационные услуги. Если у вас человек, допустим, не довелся куда-то, нагрубил, обсчитал, то есть максимум агрегатор что может сделать? Он его заблочит на какое-то время. То есть он не будет выходить на линию, что абсолютно не мешает ему не прикрепиться к другому агрегатору и в другом такси точно так же работать. Пробуем вызвать такси сами. Вот так в идеале оно должно выглядеть. А вот уже другой вызов. На заказ приезжает машина небрендированная, без шашки и зеленая. Такси должно быть белого или желтого цвета. Если к вам приезжает уже такси другого цвета, однозначно на него не выдано разрешение. И если вам говорят, что приезжает такси такого номера, номер автомобиля, то вы можете в реестре у нас на сайте посмотреть это в разделе такси. Вот подъехал, вот пожалуйста. Все просто как грабли на самом деле. Вот иллюстрация. Как бы не такси. У меня шашки же нет. А вот у вас приложение уже. Ну приложение же это не обязывает. Мне не нужно, правильно? Осуществляете деятельность такси, правильно? Ну на сегодняшний день нету. Вот уже заказ приложения есть. На сегодняшний день нет. Приложение включено же, правильно? Ну они включены. Ну они включены. Для чего? Мониторить. Мониторить чего? Мониторить какие цены. Вот так. Приложение не обязывает, а надпись «Машина моя, что хочу, то и пишу». Вот целый транспортный профсоюз и что он утверждает. То, что проблема в сером рынке. Отсутствие контроля прородило целую плеяду нелегалов. В итоге выросла конкуренция, понизилось качество и цены. А так называемые нормальные, настоящие таксисты, остались не у дел. Веди меня до места, мразь! Меня ждут люди! Работает кто угодно. Пройдите в 9 вечера по городу, загляните в любую абсолютно машину. Вот такие и до Порше Каена. Все ездят с таксометрами. Нужно просто привести рынок в порядок. То есть это чистой воды и бездействие чиновников. Минтранс нам ответил. Осуществление контроля и применение мер к агрегаторам не регламентировано. Четкого ответа не последовало и на приеме замминистра транспорта. На аудиозаписи встречи слышно, как ведомство признает, что проблема есть. Но пока не видит решения. У нас, как устроен законодатель, что у нас вот эти статьи КОАПа размазаны между ГИБДД, УБ, Ространснадзор, Федеральная структура, Уминтранса. У нас функция выдать разрешение. И выйти проверить, как принимать или какого-нибудь там, ну или организацию ООО. Выйти, направить сотрудника на улицу. У нас такой функции нет. Закон о такси принимается много лет. Депутаты утверждают, правозащитники многого не понимают. Мол, в законе только 240 поправок и сотни страниц в текста. Другие в ответ. Да, действительно, там много букв. Но все ни о чем. Вот и тянут законопроект. Общественники, депутаты, бизнес с каждой в свою сторону. А мы так и не знаем, в какую сторону нас повезут и будет ли лучше на той стороне. Деляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Молохов и Андрей Ключников. Все в ней.